здравствуйте приветствую вас на канале про цветок с вами ломонос пилот и сегодня мы поговорим о помидорах в каком ракурсе мы посмотрим такую тему чтоб как добиться чтоб сбылась наша мечта что все цветки не были пустоцветами а дали полноценные плоды то есть все цветки образовались завязи можно ли этого добиться конечно есть немного усилий помидоры будут радовать вас обильным плодоношением что необходимо сделать и что мы обычно как бы упускаем ну самый первый момент когда мы выстрелили рассаду она наша от нас зацветать и вот мы терпеливо ждем она зацветает у нас в это время растут пасынки растут пасынки забирают питание и к этому цветам питание идет гораздо меньше поэтому первый этап что необходимо сделать значит мы выламываем все пасынки потому что если мы формируем растение два-три стебля эти стебли формируются после первого цвета цветок первый прошел уже выше такой формируются стебли ниже ни в коем случае удалили пасынки наш питание идет нашему цветку и соответственно там будут завязываться больше плодов далее но необходимо помнить что помидоры как ни одна другая культура любят хорошую вентиляцию то есть сквозняк почему потому что по температуре плюс 30 градусов у них становится пыльца не жизнеспособный и она не опыляет поэтому хорошая вентиляция это второе условие для того чтобы помидоры хорошо завязывались ну и дальше следующее что необходимо чтобы эта вентиляция была хорошего помидора у нас это не только двери как мы считаем двери форточки ну это и удаление нижних листьев самые нижние листья которые соприкасаются с землей мы обламываем этим мы достигаем две цели во-первых улучшается проветривание растений это один нюанс а второй нюанс что болезни которые находятся на почве не могут перебраться на растения потому что если лист касается почвы значит он может набраться болезни заразиться и заражать соответственно растения поэтому удалением нижних листьев мы убиваем двух зайцев ну и далее конечно существует масса способов как увеличить плодоношение помидоров способы очень простые и доступные ну самое простое сейчас наша промышленность выпускает два препарата один называется завязь трое на второй называется бутон нас в основе этих препаратов гиберлиновые кислоты и вот эти гиберлиновые кислоты они улучшают завязываемость плодов поэтому не поленитесь раз в семь дней то есть раз в неделю часто не надо пройтись по вашему помидорным посадкам и опрыскать с любого поляризатора растения особенно верхней части этими препаратами они будут способны чтобы завязываться больше зарази также на завязываемость плодов у помидор очень влияет наличие бора и вот этого элемента как правило помидоры быстрорастущая культура им не хватает поэтому что сделаем несем дадим борную подкормку сколько давать борной подкормки ну дозировка такая что чайная ложка на 10 литров воды на кончике ножа если внести порошок сухой борной кислоты это получается на 1 литр воды ну если у вас спиртовой раствор соответственно 1 полмиллилитра на литр воды и 5 миллилитров на 10 литров воды вот такие пропорции ну сильно увлекаться большими дозами нельзя потому что все хорошо в меру если вы будете уносить бор больше или на глазок вы можете получить ожоги растения могут получить ожоги как от любой кислоты так и отборной они могут получить ожоги и вместо эффекта мы достигнем обратного результата вот далее что и что необходимо сделать значит сделали борную обработали за завязью сделали вентиляцию значит уже эти мы ускоряем что наши плоды будут как бы уже хорошо завязываться они завязались но для того чтобы они хорошо росли нашим плодам мы должны дать калийно-фосфорное питание этому на калий-фосфат берем чайная ложка на воду и точно так же опрыскиваем по листьям все помидоры наши прыскиваем по листьям они хорошо и завязываются после этой процедуры становятся более сладкими и хорошо растут то есть хорошо быстро дружно нарастают вот так что видите вот такие все что я вам назвал что-то несложно сделать в домашних условиях и получать хороший урожай помидор на своих на своих своих теплицах но на улице это может не так актуально но бурная подкормка или подкормка завязью вот или тем же бутоном очень желательно и на улице для уличных помидор поэтому сделайте это делать эту работу не пускайте на самочек и тогда вы не будете разводить руками и вздыхать что вот мол помидоры не завязываются выросли большие поэтому не смотрите что говорят белоруси чтобы они не буяли а чтоб они все шло на пользу то есть на плоды и шло на плоды и они нас радовали наливались и одарывали вкусными плодами так что вам в богатого разнообразия помидор на вашем столе до свидания